Если моя цифра, то есть в короткую творческую жизнь невозможно даже представить такое количество работ. Сколько всего работ? Более двухсот памятников. Более двухсот. И каждый памятник это, можно сказать, личность, незабываемая совершенно. Здесь показана воинская тематика, то есть Илья Муромин, князь Владимир, Георгий Попиногносис, Святослав Храбрый. И на самом деле можно много-много перечислять, Лыков был настоящий патриот, основатель международного, один из основателей международного фонда славянской письменности и культуры. И многих других общественных организаций, движений, председателем союза русского народа был, и представителем земского собрания. И многие организации родились, можно сказать, в недрах фонда славянской письменности и культуры. Можно долго перечислять его звания, организации, которые были ему созданы. Но суть не в этом. Остались памятники, как он называл, вешки исторические, чтобы люди по этим вешкам вспоминали свою память, историю своей страны. Вот в этом его была задача, он прямо об этом говорил. И очень интересно, что первый памятник его был преподобный Сергей Радоничский. Дело в том, что до этого он делал статую Меркурия для торгового центра, международного торгового центра. И делал его в храме недалеко от метро Площади Лича, в храме преподобного Сергея Радоничского. После этого все в его жизни поменялось. Первый памятник был в Радонеже, памятник, который арестовывали, останавливали, народ пришел. И дальше пошли серии известных памятников, памятников известных всей стране. Это и братья Кирилл Мефодий, это и маршал Жуков на Красной площади, и памятник Колчаку, и памятник государю-императору Николаю II в Тайнинске, памятник, который взрывали, но был восстановлен. Известные памятники, как я уже говорил, Святославу Храврому, Илье Муренцу, князю Владимиру, поклонные кресты по всей России, несколько памятников преподобному Серафиму Саровскому в Курской коренной пустыне, звонница на Прохоровском поле в Курской области. То есть практически сколько можно было, человек всю историю России пытался запечатлеть монументально. Вечная ему память. Это был великий патриот русской земли. И я думаю, что на многие поколения он оставил яркий след и большой посыл ко всем нам, что надо трудиться, не погладая рук, ради нашей страны, ради любимой России. И сгорел, конечно, он за один год, скончался, послать на кого, в 2006 году. Но оставил большую память для себя. И мы постараемся как-то передать эту память дальше для будущих поколений.